И снова котельная Ишевки не выдержала первые минусовые температуры. Накануне в поселке на котельной установке под номером 2, что на балансе у Средневожской управляющей теплоэнергетической компании прорвало трубом. В результате чего без тепла остались порядка двух тысяч граждан. Подобная аварийная ситуация в населенном пункте была ровно год назад. О причинах, а главное решение проблемы, руководство управляющей компании говорили нам на камеру неохотно. Это происходит не впервые. А почему тогда? Почему причина? Почему в том году? Потому что полный износ котельного оборудования. А замена будет производиться? Замена решает правительство Ульяновской области. В свою очередь региональные власти взяли дело в свои руки. На аварийный участок выехал председатель правительства Александр Смекалин. Он осмотрел котельную установку, посетил объекты социальной сферы, которые питаются от аварийных источников теплоснабжения. Как оказалось, в плачевном состоянии находится не только основной теплоисточник. Например, автономная котельная, закрепленная за больницей, бесхозна уже 10 лет. А передвижная конструкция, которая на данный момент гоняет тепло в медучреждении, наладен дышит. Однако некоторые заведения соцсферы, несмотря на аварию, продолжают работать в штатном режиме, благодаря своим собственным альтернативным источникам тепла. После того, как нам сообщили, что случилась авария на котельной, мы включили электрические батареи. То есть много-много лет тому назад поставили электрические. Я вот даже как бы не знаю почему, потому что я когда сюда пришла, они уже здесь стояли. Я вам пояснить эту ситуацию не могу. Но вот благодаря тому, что они здесь есть, прям хорошо. Поэтому санитарный режим удерживается по Санпину. Хорошо. Сейчас теплом обеспечены все школы, больницы и детские сады. Вновь горячими батареи стали в жилых домах. Со слов председателя правительства, в течение 10 дней привезенный теплоисточник подстрахует работу основного котла. Автономную котельную районной больницы запустят уже в ближайшие сутки. Все задачи поставлены. Понимание, каким образом это время будет осуществляться подача тепла, есть. Безусловно, не может не вызывать возмущения то отношение и подготовка к топительному сезону, которое проводилось в управляющей компании. Тем более то, что данный объект находится в концессионном соглашении. И концессионер грубейшим образом нарушает свои концессионные условия, на которых он был предоставлен. По поручению Смекалина к делу также подключились правовые службы. Ринат Алиулова, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.